Ребят, всем большой привет! С вами Юля. Сегодня хочу сделать такое больше теоретическое видео. Рассказать, чем отличаются различные типы шампуней. Знаете, там вот бессульфатные, увлажняющие, ШГО. Я прекрасно понимаю, что для многих это более чем понятно. Тогда смело выключайте ролик. Но тем не менее, я вижу по комментариям и вопросам, которые иногда задают под видео, а что это такое, расшифруя, объясняю, чем вот это отличается от этого. Тем не менее, есть подписчики, которые не до конца понимают, как делятся шампуни. И буду показывать на примерах из того, что у меня нашлось в ванной. То, что смогу показать. Смотрите, первая категория шампуней, которые на слуху, нашумевшие, это бессульфатные шампуни. У меня на текущий момент вот такая вот протеиновая линейка от Vitex. Честно скажу, что шампунем я не очень довольна. Там очень хороший бальзам, маска, просто шикарная. Но вот шампунь, ну как-то поначалу понравился, сейчас уже не очень. Но суть не в этом. Что такое бессульфатные шампуни? Бессульфатные шампуни по названию и так понятно. Это шампуни, в которых нет SLS, нет Sodium Laurel или Laurel Sulfate. Что, в принципе, примерно одно и то же. Это наиболее агрессивный пенообразователь, который дает самую густую пену, который лучше всего отмывает. Именно SLS используют на автомойках. И это главный аргумент противников SLS. То, что они показывают мойки. Вот смотрите, SLS отмывают машинное масло. Я не так уж и боюсь SLS именно в шампунях, если честно. Во-первых, потому что бессульфатный шампунь достаточно сложно подобрать. Какие-то волосы после них странные, после этих бессульфатных шампуней. Знаете, как мочалка, какие-то жесткие, какие-то... Что-то с ними не то. Конечно, сторонники бессульфатных шампуней, они говорят, что надо, чтобы волосы привыкли, что-то там отвыкли, ну не знаю. Я считаю, что бессульфатный шампунь сложно подобрать. Их не так много, вот таких, которые прям бы вам зашел, подошел, и хорошо промывал, и волосы хорошо смотрелись. Это первый мой аргумент. Второе, я считаю, что вот этот вред SLS, он сильно преувеличен. Во-первых, никто вам в шампунь не положит такую концентрацию, которым он пользуется на автомойке. Лично я стараюсь избегать SLS в средствах для лица. Я считаю составы, если я там вижу на втором месте после воды какой-нибудь гель или пенка для умывания SLS, я стараюсь избегать. Но опять же, только потому, что у меня чувствительная кожа. И у меня такое было, что я пользуюсь какой-то пенкой с SLS, и спустя какое-то время я замечаю раздражение. И даже не всегда, но иногда такое бывает. Вот именно в шампунях я SLS не сильно боюсь. Ну, решать вам. У меня есть подруги, которые давно перешли на бессульфатные шампуни, уверены, что для их кожи головы так лучше, что это менее агрессивное воздействие. Каждый смотрит сам по себе. Следующая категория шампуня, о которой я хотела сказать, это бессиликоновые шампуни. Один шампунь от Свободы. Это их линейка для мамочек, Маллокея. Здесь идет укрепляющий шампунь без силиконов. Он также и без парабенов, и без красителей, с нейтральным PH. И второй шампунь регулирующий. Это для волос жирных у корней, сухих на кончиках. Вот чистая линия. Он тоже идет без силиконов. В чем преимущество шампуней без силиконов? Шампуни содержат, как правило, обычные шампуни, там профлинейки, либо супермаркета, содержат небольшое количество силиконов. Не такое количество, как маски и бальзамы, разумеется. Но, тем не менее, небольшое количество туда кладут. Для чего это делается? Потому что силиконы, даже в небольших количествах, немножко обволакивают волосы. Таким шампунем легче пользоваться. Такие волосы потом легче в уходе. Они более гладкие. То есть, заглажены вот эти вот чешуйки. И они чуть более тяжелые. Да, но они такие более эластичные, гладкие. Все в таком духе. Когда вы пользуетесь какое-то время без силиконовым шампунем, что вы замечаете? У вас волосы становятся, ну, немножко как пух. Да, вот можно так сказать. Немножко, особенно если волосы тонкие, вы будете немножечко как одуванчик. Да. И волосы становятся, знаете, более мягкими, вот как в детстве. Да. Когда вы пользуетесь таким шампунем, вы прям вспоминаете детство. Они такие мягенькие, такие здоровые, естественные. Вот, минус в том, что такие волосы, конечно же, сложнее немножечко в уходе. То есть, они слишком пушистые становятся. Второй такой недостаток, это то, что после таких вот шампуней у вас могут сильнее электролизоваться волосы. Почему это происходит? Опять же, потому что силиконы, они убирают еще вот эту вот статичность волос. Они содержат там какой-то заряд, и за счет этого волосы, знаете, меньше электролизуются. Поэтому лучше без силиконовыми шампунями, если вы хотите дать волосам отдохнуть от силиконов, лучше это все-таки делать летом, когда, ну, в тот период, когда нет отопления. Потому что, когда зимой есть отопление, волосы еще сильнее электролизуются, будет слишком сильно у вас вот эта статика. Просто искренне считаю, что иногда волосам надо давать вот отдохнуть и очиститься от силиконов. Да, действительно, они сглаживают чешуйки, делают волос более эластичным, более гладким. Но все-таки они и заполняют вот это пространство под чешуйками. И потом туда хуже проникают какие-то масла, какие-то уходовые компоненты. Короче, забивают волосы. И в том числе силиконы могут еще и подсушивать, когда они постоянно в волосах. То есть на длительную перспективу могут немножко подсушивать волосы. Поэтому я иногда делаю курс. Например, использовала шампунь. У меня волосы немножко отдохнули, походила немножко такая пушистая. Потом снова возвращаюсь к силиконовым шампуням. Важная и модная сегодня категория шампуней – это ШГО. Это шампуни глубокой очистки. Их выпускают практически все марки. И масс-маркет, и профлинейки. У белорусских производителей очень большой выбор шампуней глубокой очистки. У меня сейчас в наличии вот такой шампунь. Он у меня практически закончился. Я его показывала от Белита. Это шампунь с африканским черным мылом. Он имеет такой темный оттенок. Что делают эти шампуни глубокой очистки? Они вот как раз, уже из названия понятно, глубоко очищают волосы. Ими нельзя пользоваться на ежедневной основе. То есть нельзя это делать своим постоянным шампунем. Либо вы их чередуете с какими-то другими. Я так больше всего люблю делать. Я люблю, чтобы у меня в ванной стоял ШГО. Например, у меня один шампунь стоит для частого использования. Второй шампунь ШГО. ШГО я пользуюсь раз в неделю. Состав этих шампуней часто добавляют кислоты в небольших концентрациях. И за счет этого они лучше очищают кожу головы. Они лучше очищают сам волос по длине. Потому что в чешуйке все равно забиваются какие-то укладочные средства, силиконы и так далее. Не знаю. Мне парикмахер говорил, что лучший способ, чтобы это стояло в ванной. И вы, например, используете раз в неделю. Остальное время пользуетесь другими шампунями. Дальше есть еще увлажняющие шампуни. Тоже такая категория. Малоизвестная. Мало нашумевшая. Но очень хорошая. У меня на текущий момент вот такой от Гималайи. Шампунь увлажняющий гладкий шелк. Здесь он идет с протеинами и маслом авокадо. Увлажняющий шампунь. Это не означает, что это шампунь для сухих волос. Изнеможденных волос, испорченных окрашиванием. Нет. Их вполне можно использовать для нормальных волос. Например, если вы вернулись с моря. Если просто вы чувствуете, что у вас волосы как мочалка. Да. Обычно я летом почему-то у меня рука тянется именно к увлажняющим шампуням. Вот этот неплохой. Самый хороший увлажняющий шампунь, который у меня был. Он достаточно дорогой. Это профлинейка. Это испанский шампунь от Таи. Вот это вообще фантастический шампунь. Он просто оживляет волосы. Он такой комфортный для частого применения. Вот. Я бы советовала, если у вас волосы какие-то вот пересушенные. Что-то вот с ними не так. Даже при этом они у вас могут быстро пачкаться у корней. И в общем-то по типу быть жирными. Ну вот что-то не так по длине. Тогда я советовала бы купить увлажняющий шампунь. Какое-то время им попользоваться. Это просто оживит ваши волосы. Следующая категория шампуней. Я ее называю лечебные шампуни. Это шампуни направленные на какую-то конкретную проблему. То есть это может быть либо лечение перхоти, либо против выпадения шампуни. Они чаще продаются либо в специализированных магазинах, либо в аптеках. У меня вот такой шампунь от Green Pharma. Это укрепляющий шампунь именно против выпадения волос. Здесь идут витамины группы В. Тоже все экстракты. И в общем шампунь именно при выраженном выпадении волос. Мне данный шампунь не очень-то нравится. Потому что после него опять же волосы очень пушистые. Как-то он их пушит. Не знаю. Хочется верить, что он влияет, конечно, на то, что волосы не выпадали. Но мне кажется, это нужно в комплексе что-то делать. Пить витаминчики, заниматься спортом. И параллельно использовать какую-то такую укрепляющую линейку. Также у меня недавно появился вот такой корейский шампунь от марки J.YOL. Это шампунь с амеллой. Это тоже активный лечебный шампунь. В котором очень много натуральных компонентов. Причем в высоких концентрациях. То производитель не рекомендует пользоваться постоянно этим шампунем. Потому что может быть обратный эффект. То есть это шампунь, который направлен на укрепление волос. На стимуляцию корней волос. Волосяных фолликулов. На рост волос. Против выпадения и так далее. То есть те активные компоненты, которые здесь есть. Они здесь в настолько высоких концентрациях, что вот постоянно им пользоваться нельзя. То есть его тоже нужно использовать либо курсами, либо с чем-то чередовать. Это именно шампунь будет, который направлен на укрепление волос. На стимуляцию их роста. И более того, я здесь в составе нашла сапонины. Сапонины это вот природные пенообразователи. Это даже близко ничего общего не имеется. СЛС. Это вообще не химический компонент. Они очень дорогие. То есть это пенообразователи. Именно из природных компонентов, которые дают пену. Я знаю, что такое изготовить достаточно дорого. Но возможно здесь в основе, конечно, не сапонины. Какие-то другие пенообразователи. Но сапонины здесь тоже есть в составе. Он довольно специфический. Он не похож на шампунь из супермаркета. Но тем не менее волосы он действительно оздоравливает. Он укрепляет. Быстро замедляется вот этот вот листопад. То есть волосы прекращают выпадать, если есть такая проблема. Но это не на каждый день. И все мы, конечно, знаем, что есть еще шампуни от перхоти. Это отдельная категория шампуней. В основном они изготавливаются на основе цинка. Препаратов цинка, которые снижают образование перхоти. Либо это может быть, если мы говорим об аптечных шампунях. Это кетоконазол. Это тоже такой противогрибковый препарат. Он даже продается в таблетках. Но в шампунях, естественно, он в растворенном виде. Вот. Также от перхоти очень неплохо помогают дегтярные шампуни. Во-первых, они хорошо промывают волосы. Я рекомендую попробовать использовать дегтярный шампунь. Всем, у кого часто такое сильное салоотделение, у кого часто пачкаются корни волос, вам уже надоело их мыть ежедневно, вы хотите увеличить расстояние между мытьем головы, попробуйте дегтярные шампуни. Попробуйте несколько разных. У меня сейчас вот такое бабушкина аптека для всех типов волос. Они есть с большей концентрацией дегтя, соответственно, они будут заметнее работать, там будет интенсивнее запах дегтя. Есть где совсем небольшие концентрации дегтя, они тогда более мягкие. Также дегтярные шампуни, они мало того, что они хорошо очищают кожу головы, промывают волосы, у них также есть такой вот приятный бонус, они борются с перхотью. Такое вот было видео, просто, мне кажется, я рассказала самые-самые базовые основы, но надеюсь, кому-то эта информация пригодится. Спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Всем пока, до новых встреч на моем канале. Пока-пока!